В Зеленогорске открылись палаты, в которых оказывают палеоактивную помощь для неизлечимо больных. Раньше подобного ухода в медучреждениях этого города не было. Теперь там смогут получать необходимый уход сразу 15 человек. Все подробности в сюжете далее. Сын тут достаточно разуждано, на посту у медицинской сестры это окружено, сразу загорается, это будет звуковой сигнал. Старшая сестра с говорящим именем Надежда показывает обновленный филиал ФМБА в Зеленогорске. После реконструкции тут открыли пять пола для людей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Внутри удобные и безопасные кровати, а также современное оборудование. Чтобы измерить давление, температуру или, например, сатурацию, с койки вставать не нужно. Все сделано, чтобы людям было комфортно. Мы максимально постарались сделать все это уютно, чтобы человек чувствовал здесь себя удобно и хорошо, чтобы ему не тяжело. Потому что, сами понимаете, что человек, который пришел с таким диагнозом, ему тяжело на сердце. Хотелось бы, чтобы и персонал, конечно, нашего отделения встретил человека и отдал частицу себя, частицу своего сердца. Кроме того, предусмотрены приспособления для водных процедур, например, кресло-санузлы, мобильная ванна. Теперь тут смогут получать помощь сразу 15 пациентов. Несмотря на расширение медучреждения, внутри больницы остались три койки дневного стационара и 12 для пациентов с патологиями органов дыхания. Кроме того, теперь санитарные комнаты оборудованы под маломобильных. Даже дизайн помещений продуман до мелочей. Особенность палеоативной помощи в том, что это не только про медицину. Это еще и про жизнь, потому что основная идея и основная концепция палеоативной помощи – это жизнь до конца жизни. Человеку уже нельзя спасти, но это не значит, что ему нельзя помочь. Ему можно помочь, чтобы ему было не страшно, не больно и не одиноко. Это прекрасное, светлое помещение, прекрасное отделение, которое нужно просто наполнить жизнью. На ремонт было выделено 30 миллионов рублей. Время пребывания здесь того или иного пациента определять будут индивидуально. Одна из основных задач – максимально снизить симптомы тяжелых заболеваний. Наша задача государства, власти – сделать так, чтобы эти люди уходили из жизни достойно. То есть с оказанием им медицинской помощи. Чтобы они уходили безболезненно. Чтобы они не чувствовали, знаете, такую боль, которую невозможно перенести. Чтобы эту боль помогали им снимать. Я очень рад, что эти шаги сделаны. Я очень рад, что оснащение прекрасное мы посмотрели. Есть некоторые маленькие замечания, которые мы обсуждали. Но это наряду с тем, что сделано, это мелочи. Развитию паллиативной помощи депутаты законодательного собрания уделяют серьезное внимание. Тему обсуждают на заседаниях комитетов, в том числе выездных. Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем. Денис Козлов, 7 канал.